Козье молоко, сыр и творог собираются производить в одном из хозяйств Батревского района. Супруги Халитовы в прошлом году построили козью ферму на полтысячи голов. А к осени планируют завершить возведение комплекса, где разместятся еще 500 дойных кос, а также молодняк. Сложно реализовать подобный проект в республике узнавала наша съемочная группа. Фермеры Халитовы признаются, прежде чем приступить к такому непростому и рискованному виду животноводства, изучили ситуацию по стране, всей семьей составляли бизнес-план. Выяснили, что сегодня в России козьеводство не очень развито, а между тем козье молоко очень ценится. Вот и решили занять нишу. В данный момент хозяйство уже 500 голов козьев с молотняком. Там на сегодняшний день дойные, около 400, остальные приплод этого года. Комплекс начали строить в прошлом году. Тогда же и ввели в строй его первую очередь – ферму на 500 голов. К осени должно появиться еще одно помещение. Там также разместят полтысячи дойных коз и отдельно молодняк. Всего Халитовы планируют содержать полторы тысячи голов. Кроме того, закупили дополнительно технику, дойное оборудование. Конечно, приходится не просто в финансовом плане, говорят фермеры. Весь проект оценивается в 130 миллионов рублей. Пока удалось воплотить в реальность лишь небольшую его часть. На сегодняшний день 40 миллионов кредит здесь вложено уже. Надеемся, государство поддержит. Субсидии получим на этот кредит. Еще на второй этап сдачи понадобится нам около 25 миллионов кредитных средств. В Чувашии фермеры-энтузиасты могут рассчитывать на государственную поддержку. В Минсельхозе Республики отмечают, что готовы оказывать всестороннюю помощь тем, кто взялся за такое непростое дело. Большая задача стоит увеличить долю глубокой переработки на территории Республики. Это дополнительно рабочие места, налоги, возможность развивать сельские поселения. Конечно, все это здорово. И сегодня есть все возможности выполнять эту работу. За полгода на ферме уже получили больше 20 тонн молока. Надое здесь собираются увеличивать. Сейчас козы перешли на зеленые корма, поэтому молока станет больше. Спрос на него большой. Сырье охотно закупают предприятия Мариэл и Удмуртии. А в следующем году халитовы хотят начать переработку самостоятельно. Установить оборудование для упаковки молока, а также производить сыры и творог. Наталья Егорова, Леонид Петров, Владимир Синдеев. Вести Чувашия. Продолжение следует... Продолжение следует...